В городе Майкопе сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в угоне автомобиля. 26-летний мужчина, заметив отсутствие охранной сигнализации на чужом автомобиле, решил использовать транспортное средство в личных целях. Сейчас он привлекается к ответственности. За что вас задержали? Задержали за угон автомобиля. Фаза 29 серебристого света. Но машина закрыта, замки были, да? Да, замок был закрыт. С крылья как в салон проликли? Проволокой. Сделал личинку замка и открылась дверь. Проник в салон, проверил руль на блокировку. Блокировки вроде не было. Дальше снял пластмаску с защитной катушкой. Она отломалась. И потом еще катушки завел. По данному факту дознаниям отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России угон. МВД по республике Адыге напоминает, что наиболее эффективной мерой профилактики кражи угонов транспорта является наличие охранной сигнализации. При оставлении автомобиля без присмотра на длительный период рекомендуется использовать хорошо освещенные участки улиц и дорог, в том числе и оборудованные системами видеонаблюдения. В эти дни сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Адыге провели ряд оперативных мероприятий. Их результат помог полицейским задержать лиц, пытавшихся наладить сбыт наркотических веществ. В результате подготовительной работы наркополицейские задержали 22-летнего жителя города Майкопа после осуществления им тайниковых закладок. На участке местности в одном из микрорайонов города стражи правопорядка изъяли более 20 свертков с амфетамином общей массой около 40 граммов. В дальнейшем выяснилось, что фигурант планировал реализовать наркотик через тайниковые закладки с последующей передачей координат покупателям через сеть интернет. Следственным управлением МВД по республике Адыге в отношении подразумевого возбуждено уголовное дело по статье УК России «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Также расследовано уголовное дело по факту сбыта наркотических средств синтетического происхождения, организованной преступной группой. Стражи правопорядка получили сведения о том, что 27-летний житель Краснодарского края и 57-летний житель Маякопского района могут быть причастны к сбыту наркотиков. В результате проведения так называемой проверочной закупки наркополицейские задокументировали их противоправную деятельность. Установлено, что подозреваемые сбыли за денежное вознаграждение синтетический наркотик. Данная сделка проходила под контролем сотрудников ОНК. Вскоре мужчин задержали. Следует отметить, что участники ОПГ принимали максимальный мир конспирации. По прибытию в Адыгею, согласно ранее распределенным ролям, подозреваемые должны были осуществлять закладки. По данному факту, следствием полиции Майкопского района в отношении вышеуказанных лиц было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры Майкопского района направлено для рассмотрения в Майкопский район и суд. За распространение наркотиков в Майкопе задержан и 35-летний ранее судимый житель Ставропольского края. Оперативники задержали его на территории одного из дачных товариществ в пригороде Республики Кабанера. В ходе осмотра участка местности оперативники обнаружили тайник с оптовой партией, в котором находилось более 30 пакетиков с неизвестным порошком. Эксперты-криминалисты МВД изучили содержимое и вынесли заключение, что им оказался героин общей массой около 20 граммов. Как выяснилось, все это предназначалось для сбыта покупателя. Возбуждено уголовное дело. Редактор субтитров А.Семкин